С нами на связи Максим Стрельник, депутат Изюмского городского совета. Здравствуйте, Максим. Приветствую. Слава Украине. Героям слава. Итак, известно, что враг в вашем направлении сейчас скапливает огромные силы для удара. Наши войска сдерживают все наступления. Какие последние новости у вас с линией соприкосновения? Что происходит? На Изюмском направлении сейчас идут одни из самых ожесточенных боев в Украине. Российские оккупанты сосредоточили в Изюме свою самую большую группировку, около 25 батальонно-тактических групп. Вместе со вспомогательными войсками это приблизительно 20 тысяч вооруженных солдат противника. Они постоянно пытаются атаковать вооруженные силы Украины в направлении города Славянска и пытаются выйти к Донецкой области. Но благодаря нашей армии, силам территориальной обороны Изюма, российские оккупанты уже более месяца, можно так сказать, топчутся на месте благодаря усилиям наших военных, которые их не пропускают. И они не могут выйти уже более месяца даже на линию админграницы между Харьковской и Донецкой областями на Изюмском направлении. Скажите, а вот люди, которые остаются в Изюме, которые живут под оккупацией, под обстрелами постоянными, у вас с ними есть связь? Что они рассказывают? Что сейчас там происходит? Как ведут себя оккупанты? Как ведут себя оккупанты? Никаких-либо коридоров для доставки элементарного еды, воды, лекарств и эвакуации из города. Те, кто в этом нуждается, в первую очередь, это женщин, детей, людей пожилого возраста, а также больных, которые не могут получить медицинскую помощь, связи с тем, что российские оккупанты уничтожили и разрушили все медицинские учреждения в городе. Российские оккупанты активизировали свою радиоэлектронную борьбу в городе, и все реже удается местным жителям дозвониться до своих родственников, до волонтеров, до нас, представителей местной власти, и рассказать о той ситуации, которая сейчас происходит в городе, но все же рискуя, можно так сказать, даже своей жизнью, потому что если российские оккупанты увидят разговаривающих людей по телефону, то, как минимум, телефон будет сразу же отобран. Но людям все-таки удается иногда дозвонить и рассказать о ситуации в городе, там действительно гуманитарная катастрофа. Сейчас оккупанты уже более недели запрещают покидать город даже на своем личном транспорте. То есть до этого такая возможность была по определенным маршрутам. Сейчас город полностью заблокирован, российские оккупанты никого не пропускают. А скажите, а вот насильно людей из Изюма в Россию вывозят, ну, проще депортируют? Есть такая информация? Да, мы знаем о таких случаях, когда людей насильно депортировали из своего жилья и вывозили на территорию Российской Федерации. Наши жители, граждане Украины, пересекли границу в контрольно-пропускном пункте Харьковской области Чугуновка. И после этого, как оказалось, их доправили в Белгород. Позже они проходили так называемые фильтрационные лагеря. С ними общались спецслужбы страны-агрессора. И решалась дальнейшая судьба их пребывания на территории Российской Федерации. Некоторые из этих людей дальше продолжили свое перемещение к родственникам, которые у них есть на территории России. А часть людей перешла границу с Евросоюзом в Прибалтике и через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу вернулась в Украину. И за это я хочу отдельным образом поблагодарить волонтеров, которые помогают нашим гражданам, принудительно вывезенными на неподконтрольные территории. В частности, на Россию. Мы знаем огромное количество людей, волонтеров, помогают нашим людям вернуться домой. Спасибо им за это. Максим, еще хотел спросить. Вот западные разведки сообщают, что России, российским оккупантам, им просто не хватает ресурса прорваться на изюмском направлении. Не хватает и в том числе человеческого ресурса, живой силы. Есть ли факты того, чтобы наших граждан, наших мужчин призывного возраста мобилизировали в свои войска? Все же российские оккупанты сосредоточили в изюме одну из самых своих многочисленных группировок. Мы знаем о том, что они время от времени используют изюм как плацдарм в наступлении, но реального дефицита военной силе, к сожалению, еще в критической точке у них нет. И только потому, что они не могут пройти далее в направлении Донецкой области, это безусловно заслуга только наших вооруженных сил Украины. Но мы знаем, что российские оккупанты вместе с своими марионетками из так званых ЛДНР пытались в изюме на блокпостах останавливать мужчин, скажем так, призывного возраста. И насильно их мобилизировать в свои незаконные военные формирования. Причем мужчин, которых они пытались таким образом, можно так сказать, взять в рабство, они, эти люди, не имели никакого отношения к армии, у них нет никаких определенных военных знаний, умений для того, чтобы участвовать, скажем так, в военных действиях. И мужчины пытались, как только им возможно, всеми правдами и неправдами отказаться от сотрудничества таким образом с оккупантами. И им это удавалось. Поэтому сказать, что это было массовое явление сейчас я не могу, но действительно случаи такие были. Но наши местные жители пытались, как это возможно, отказаться и никим образом не сотрудничать в этом направлении с оккупантами. Ну, нужно отметить, Максим, думаю, вы подтвердите, что Изюм, мы давно об этом говорим в эфире, это такой некий логистический хаб для российских оккупантов. Вот этот рукав снабжения проходит в этом направлении, и перебив его, по сути, донбасская группировка российских войск окажется обезживлена. Поэтому так важно нашим войскам сейчас сдержать это наступление и отрезать это снабжение. Мы все верим, что это случится в самое ближайшее время. Спасибо. Действительно, это так. Российские оккупанты используют наш город Изюм как плацдарм, сосредотачивают там свои основные силы, бронетехнику, живую силу, и пытаются направляться в сторону Славянска и города Барвенко в донецком направлении. Но, как я уже указал, более месяца благодаря вооруженным силам Украины им не удается выйти даже на админграницу между Харьковской и Донецкой областью. А в то же время наша армия наносит контрудары фланги противнику и имеет на Изюмском направлении уже успехи. Поэтому все местные жители мы ждем, когда с нетерпением наша армия освободит город Изюм от российских оккупантов. Да, вот как раз мы видим сейчас кадры, как наши военные разбили там два БТРа, и об этом сообщают всему миру и нашим гражданам. Что ж, Изюм давно, кстати, прославлен в истории, еще тысячу лет назад там останавливали орды хана Батыя, и мы верим, что и эту орду нам удастся остановить. Не сомневаемся в мощи и в силе нашей армии. Спасибо вам огромное. Максим Стрельник был с нами на связи депутат Изюмского городского совета.